мы вышли немножко погулять сегодня у нас выходной утром уже отработали сейчас обед есть время перед ужином выйти прогуляться мы находимся сейчас на приватном острове кораблей наш небольшой vision и гармонию приватные остров о карибе все бесплатно все что хочешь аквапарк сейчас покажу пока расслабьтесь ставьте лайк этому видео погнали насадимся а так же как мы вот такой большой пол бери и ешь чё хочешь вот это наши ребята ну вот она типичная американская еда хот-дог ну и после хот-дога конечно собрался вот такой гамбургер здоровый этого здесь навалом ну и вот в гостевом есте не разрешили проездил сюда вот в крюшную команда здесь сидит кушает я тоже поем и пойду спать может искупаюсь вот так немного закусили какими-то бургерами и хот-догами я в общем пытаюсь понять что здесь сделать если ты здесь один когда-то мои друзья потерялись пойдем купаться наверно солнышко выглянул ну что-то такое какое-то она устала как окей этот поел поел покупался покупалась на солнце полежал полежала все равно что-то не то смотрю на свои ноги все синие вот вот он и как окей вам опять через три часа работать наслаждаться не наслаждается жарище стоит купаться не хочет это такое надоело уже все и на трену прикольно еда ешь хоть объешься пей хоть от песен смотри хотя бы смотрите все девчонки в бикини но и все равно это ты работник ты не гость такая проблема за может я только такой сегодня униформа у нас тропическая вот такие вот тропические рубашки компания не предоставляет но мне гости подарили я уже наливаю воду выспался после кококея теперь есть больше энергии работать чуть перелил все такое неспешно сегодня подготавливается очень много гостей вышло на улице венджаморе тоже было пустовато меня кстати сменили позицию завтра покажу тем я занимаюсь теперь пойдем работать вот так выглядит наш офис сразу всякие объявления сегодня у нас тропическая тусовка завтра будет дрилл зеленая зеленая карта так выглядит наше расписание все люди вот все разные станции кто-то работает станции 1 2 3 в центре зала кто-то на буфете кто-то приносит кружки смойки кружки стаканы миски кто-то заряжает кофе кто-то заряжает буфет я заряжаюсь ложки вилки кто-то работать на базе не кто-то работает ночную смену а здесь расписание для обеда для завтрака на завтрак больше людей иногда не тусуют кидают отсюда сюда время поезде рейтинг у меня рейтинг 100 здесь вот у кого-то меньше у кого-то больше но это пока только начало круиза предыдущий предыдущий рейтинг и вот из этого рейтинга склад у меня тоже короче все работает не попадаю здесь расписание которое работать вот имя и твои номера твоих столов здесь то же самое здесь сколько у нас должен быть рейтинг среди еще у нас есть вот такая вот сайд-джоп на первое собирать линон как я вам показывал все эти тряпки скатерти кто-то просто помогает выносить закрываете кто-то или собирает всякие штуки на все очень покажу такое тоже расписание все этот расписано по дням по часам и я тоже ну вот в принципе наша работа и закончена так мы продолжаем чистить сайд-стенд все перекладываем сюда и везем на галли мыть нужно вот это все выкинули значит нужно это тоже пусто кофе да что домываем и мы самый последний сегодня был капец тяжелый день даже не удалось еще записать все бегали 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 как жуки навозные носились по саму ресторану когда люди приходят посидели повели ушли потом на это же место еще один там еще один а там еще один все помыть опять все приготовить привести и завести ничего хорошо на пятом этаже работать то что здесь есть такая сетаптим который приходит и раз меняют это может платить это мыть они за тебя все все так на втором этаже там всегда по два сети на четвертом этаже всегда по два ситинга вот но за тебя никто ничего не сетапит ты должен сам делать пойдет быстро закончить потом как все разберутся буду делать сайджок еще с вами поболтаю надо работать быстро вот такие стаканы барные картируем отдельно такое корыто такие зимние стаканы в бар идут атмосфера здесь прикольная смотря на усталость эй смотря на усталость ребята на позитиве все стаканчики нужно переворачивать сверху задом с собой вода стекала когда помоют потом они все заезжают в такую машину она там пытается оплотнуть все я уже толстой засыпал можно замывать и расслаблять и протереть нашу машину ну вот так вот мы сделаем все так представляем стаканчик сейчас вейтер от полирует сильно таких фразы использую потому что по-другому не знаю как говорить о танце даже если кто на русском говорим все говорим английский фразы это сильный класс сейчас он засервирует стол так выглядит четвертый этаж четвертый этаж намного больше чем чем этот но и людей там как бы меньше одного человек про это что не тоже расскажу что такое капсайз за что нам платят и все такое сейчас пойдем вот мое имя капсайз значит 22 значит то что я обслуживаю 22 человек есть как 14 18 за каждого человека обслуженного нам платят деньги потом идет мой рейтинг 99,99 очень высокий если имеешь высокий рейтинг тогда увеличивается капсайз если имеешь 70 рейтинг тогда твой капсайз будет низкий и потом мои столы которые я соберу вот на 4 стола на 20 человек максимально а не у кого-то на 24 но это первый этаж вот и за каждого обслуженного человека тебе платят чем выше твой капсайз чем выше твой рейтинг чем лучше ты сервируешь тем выше твой рейтинг тем выше капсайз и за это нам плать точно 22 я считаюсь один топ-3 самых крутых ассистный вейтер так что платить мне больше но это не только за из на плате еще за напитки которые мы засервировали нам платит еще за типсы которые нам дают а и на до 10 минсипов тетри сидима работа только закончилась а мы уже пришли в бар тоже не сегодня тоже дали денежки пойдем вот так на карту по которой здесь все расплачивается то есть ты за кэш за наличку ничего не можешь купить можешь только пласть на такую карту и потом пользоваться все деньги уже на карте пойдем возьмем пиво ну так заканчивается рабочий день почти закончен мы наконец-то вышли в теплые воды здесь такая спокойная вода теплый приз звезды даже такие там вышли и вот здесь мы сидим там за бортом океана жить можно многие конечно капу жить пока у меня есть время сделать пока у меня есть время можно сходить постараться вещь все очень приветливы такая политика компании всем улыбаться всем приветствовать вот так выглядит прачечная для команды здесь есть такие машины стране раз два три четыре пять шесть это самое лучшее потому что я никто не может открыть а если тут кто-то открывает все настройки сбиваются так порошок который я купил в костарике за 10 долларов я купил порошок купил мыло и всякий там прибамбас короче дешево лучше ходить таких третьих страны закупаться стильки и полотенце тут нельзя стирать пока никто не видит и вся моя юниформа белая с черным все равно завтра все будет грязным опять и ставим 45 минут потом и такие сушилки сушилках очень быстро все сушится уже через 10 минут можно гладить так что очень удобно можно прямо перерывах стираться и сразу не наливать сейчас закину и пойду делать сайт зайдем все она не говорит 42 минуты запускаем она все время не правда как сказать поприличнее время час прошу не прячем здесь заберем сумку мою писать сумка с канкуна уже спасибо роде сам не скрипалась именно это что все свои вещи походы перестирал даже спальник постирал что порошок купил килограмм пусть постирается он вонючий как это у меня был после моей каппадокии погнали сделаем зайдем покажу какие есть зайдем короче мой зайдем заключается в том чтобы взять здесь вот этот эквивалент и принести его туда внутрь должно быть все быстро надел другие штаны, потому что рабочий закинул сушку, но вроде никто не должен заметить, но ты замечаешь, блин, все уже менеджеры ушли, так что все нормально. Вот такой сайджок, прибирать сайстами, подметаешь, потом моешь полы, кто-то зарабатывает на этом деньги, если ты не хочешь делать сайджок, можешь заплатить кому-то, и он сделает его за тебя, вот этот чувак делает все сайджобы, чтобы заработать все деньги мира. Ну я, конечно, привожу все на свою станцию, почему бы и нет, завтра мне придется искать. Ну я, конечно, привожу все на свою станцию, почему бы и нет. Сядем, конечно, придется полазиться, нужно все расставлять красиво. Все, короче, так расставляем, что все оттекало до завтрашнего дня. И еще, когда начинается день, все бегают вот эти штуки ищут, в конце дня все все выбрасывают, никто не хочет к себе обратно приносить, потому что завтра все могут опять прибежать на чужую станцию и своровать, или, как они говорят, фикс, решать проблему. Ну и ничего, чем дольше ты работаешь, тем больше ты получаешь денег за овертайм. Каждый час отработанный, чем, в общем, 330 часов в месяц ты работаешь, если ты работаешь больше или 300, тогда тебе платят овертайм. Иногда выходят очень хорошие деньги, отрабатываешь 360 часов, получаешь 150 условных единиц больше. Так что у меня нет никаких проблем, я потихонечку работаю, и все. Вещи там мои, на мойке, стираются, так что наслаждаемся. Завтра в 6 утра, сейчас пойдем посмотрим расписание. Ну я думаю, что в 6 утра, так что не буду спешить, поспим в обед. Хотя я хотел сходить в Нассау, в порт. Мы зато будем на Багамах, в столице. Я еще там не был, поэтому думаю выйти. Ну все, я, в принципе, свой сайджоб закончил, так что погнали. Заберем вещи из лаундри, из чистки, выпьем еще пиво и пойдем на боковую. А это был Санатор Блог, еще один день закончен. Пока!